Уважаемые дамы и господа! Я прошу извинить меня за то, что я не подготовил доклад, какой положено делать на таких конференциях. Я слишком поздно узнал об этой конференции. Поэтому я буду говорить хаотично. И думаю, что это даже лучше. Потому что в наше хаотичное время, говорить систематично значит оказаться в положении ненормального человека. Согласно сейчас мне попался в руки список участников конференции. Тут очень много русских имен. Шаталин, Яковлев, Михалков, Никита Михалков и так далее. Я должен сказать, что с такими силами не то что второй ренессанс можно строить, но можно разрушить до основания все результаты первого ренессанса. Такие люди, как Шаталин и Яковлев, имеют колоссальный опыт по разрушению целых стран. Ну, возьмите, например, вот того же самого Шаталина. Вы знаете, да, у него был план переструить Советский Союз за 500 дней. Так что через 500 дней он выглядел не то что как Италия, а как Швейцария, допустим. Или Бавария. Ещё немного, если вы этим людям дать этому человеку дать волю, он вы пристроил страну в 7 дней, но если Господь бог создал мир за 7 дня, И, почему бы советскому чиновнику, бывшему марксисту Ленинсу, не переструетиво за 7 дней, или возьмите Александр Яковлев, вот тут фигурировано. Вот представьте себе такую ситуацию. Вот завтра римский папа выступит по телевидению и скажет, дорогие католики, должен вам честно признаться, никакого Бога нет, и католическая церковь это преступная организация. И вот я объявляю распущенную католическую церковь. Я думаю, что немедленно этого папа отправили в сумасшедший дом. А что происходит в России? И что происходит в России? Глава коммунистической партии. И глава коммунистической партии. Распускают коммунистическую партию. И объявляют эту партию преступной. Хотя коммунистской партии не совершили не больше преступлений, чем католики за всю свою историю. Ведь вот этот Александр Яковлев, он был же глава идеологии коммунистической. Он еще в 1986 году, уже когда Переструйка началась, писал марксистко-ленинские книги. И вот папа, можно сказать папа, марксистко-ленинские идеологии. И ищущие и будешь, истины, мы себе, о паце, или род, или род, или род, или фонд, идеология маркси-ленинский, Он объявляет никакого марксистского бога нету, что не существует большее демон марксист, маркс-дурак, маркс-дурак, ленин-дурак, ленин-дурак, преступник, criminalи, делинквенти, марксистские идеологии, марксистские религии можно сказать, это чипуха, И что вы думаете, этого человека тащит сумасшедший дом? Да нет, что вы! Весь мир рукоплещет! Глава компартии, разрушивший компартии, становится человеком года. Человеком десятилетия. Стоит этим кретинам, политическим кретинам и интеллектуальным кретинам сказать какую-нибудь чепуху, весь мир в восторге. Стоит им пару слов сказать 100 000 долларов. Стоит начать писать какую-нибудь дребедину. Все издательства мира дерутся за издание этой дребедине. И все издательства мира дают деньги, чтобы получить директ. Один миллион долларов. Один миллион долларов. Один миллион долларов. Что происходит? Что случилось? Но подумайте, подумайте над этим. Что происходит в мире? Я никогда не был коммунистом. Я в 1939 году был арестован как антисталинист. Я написал 30 книжек, критикующих коммунист. И тем не менее я говорю вам, опомнитесь, посмотрите, что происходит в мире. Все оказалось извращенным. Все. Разрушены все критерии. Дураки превозносятся как мудрецы. Бездарности возводятся в ранг гений. Предатели изображаются спасителями Родины. Жулики изображаются как благородные люди. Контрреволюции выступают как революции. Поражения как победы. Весь мир сошел с ума. И это сумасшествие началось в России. То, что произошло в России, за это человечество и Запад в первую очередь будут еще наказаны. Ключом ко всему происходящему в мире являются события в России. Позвольте мне на эту тему сказать несколько слов. Я помню еще в 1985 году, когда Горбачев еще не был главой советского государства. Он приехал в Англию. И вместо того чтобы, как это делали раньше советские представители, марксисты ленинцы, коммунисты и так далее, вместо того чтобы пойти на могилу Маркса, он пошел на прием к королеве. Меня попросили прокомментировать это событие. Я сказал это начало великой эпохи предательства. Я сказал это начало великой эпохи предательства. Конечно, это демократическая западная пресса. Этот мой комментарий не напечатал. Напечатала какая-то второстепенная газетка, чтобы, так сказать, зафиксировать то, что такие слова были сказаны. И после этого действительно начался ураган предательства. Холодная война была настоящая война. И она не кончилась. И она продолжается. И Советский Союз в этой войне потерпел сокрушительное поражение. И сейчас речь идет об уничтожении страны вообще. Почему произошло это поражение? Вся мировая пропаганда кричит. Коммунизм потерпел банкротство. Я утверждаю это ложь. Я не защищаю коммунизм. Я критик коммунизм. Но это ложь. Это ложь, чрезвычайно опасная для будущего человечества. Советский Союз потерпел поражение. По трём основным причинам. Первая причина. Феноменальная глупость советского руководства. История человечества не знает случая, чтобы во главе государства оказались такие идиоты, как Горбачёв, Шеварнадзе, Ельцин, Яковлев и прочие. Феноменальные идиоты. Люди не имеющие ни малейшего понятия. Ни о западном обществе. Ни о своём обществе. Ни о своём обществе. Ни о ситуации в мире. Прошло немного времени. Всем стало очевидно, что их перестраика провалилась. Это было ясно с самого начала. Всем здравомыслящим людям. И эти люди обнаружили, что они не только интеллектуальные дегенераты. Но и моральные ничтожества. В любой другой стране. Эти люди сбросили бы с вершины власти. Или они сами ушли бы. В Советском Союзе эти люди вцепились во власть вот так. И спасая свою шкуру, и свою репутацию, они встали на путь предательства. Придательства интересов своего народа. Интересов своей страны. Придательства идеи. Придательства всего того, что народ создал целой колоссальных усилий в течение всей советской истории. История человечества знает случаи, когда правящие свои страны предавали свой народ. Вы знаете, в начале Второй мировой войны такая ситуация сложилась во Франции. Но предательства такого масштаба история человечества не знает. Это, я думаю, уникальный случай в истории и никогда такой случай больше не повторится. И назову теперь третью причину того, что произошло. Это причина просто перевес сил Запада. Еще в свое время, во время предвыборной кампании, Джон Кеннеди сказал, Советский Союз нельзя победить в обычной войне. Советский Союз можно победить только в войне нового типа. А именно экономические, идеологические, политические, психологические. Началась действительно беспрецедентная в истории человечества война. Война нового типа. Холодная война. Она не кончилась. Как сейчас принято говорить. Она переросла в теплую войну. И она перенеслась на территорию Советского Союза. Война идет там. Теперь народы и страны уничтожают, не убивая. Советский Союз разгромлен, обратите внимание, без единого выстрела. Без единого погибшего солдата на защите Родины. Я думаю, что это материал для социологов в высшей степени интересный. Вы знаете, как развёртывалась война в Ираке? В Советском Союзе. То, что происходит в Советском Союзе, это большой Ирак. Но я думаю, что Западу рано торжествует победу. Это такая победа, которая может кончиться мировой катастрофой вообще. По законам природы, если шар катится по наклонной плосписи, то изнутри невозможно остановить это движение. Нужно какое-то внешнее препятствие. Запад разгромнивает Советский Союз. Уничтожил единственное препятствие, которое могло остановить его качение катастрофе. Это, в высшей степени, важный фактор, и его нужно принимать внимание. И я хотел сказать об этом в заключении моего краткого выступления. Это именно это, в том числе, на который я хочу привести внимание на вашу внимание, и я concludу, так, мой предыду. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо.